По традиции аппаратное совещание в областной администрации началось с долгого отчета. На этот раз уклон делался не на цифры, а на принципы работы Укрдержбудэкспертизы. Ни для кого не секрет, что порой из-за несвоевременного проведения экспертизы невозможно приступить к строительным работам. В департаменте уверяют, обычно это вина самих заказчиков. Если нам принесли проект и он лежит на полке, еще не принят. Что работа началась, как это часто уже начинает говорить. А наша работа начинается с момента подписания договора, оформления его с обеих сторон и оплаты. А для бюджетных объектов необходимо вернуть нам только лишь договор, оформленный сторонами и с отметкой казначейства, без предварительной оплаты, что часто задерживается. Второй вопрос – работа рыбного хозяйства в области. Цифры вылова выросли по сравнению с прошлым годом почти на 350 тонн. Это все благодаря карасю, который опустился в лиман и стал доступным для ловли. И этот прецедент лишь подчеркивает главную проблему. Квоты на отлов рыбы крайне низкие, по мнению чиновников. Их необходимо поднимать. Она настолько мизерна, что недобросовестными рыбодобными компаниями даже увеличивается и приписывается объем вылова рыбы, чтобы на следующий год иметь возможность получать больше материальной базы. А из Черного моря выловили почти 600 тонн рыбы. Но вот сколько денег в результате поступило в бюджет, начальник управления не знает. Хотя должен бы. Этот факт крайне неприятно удивил губернатора. Вы сказали одну вещь. Ресурсы являются вычерпанными. Так. То есть, любая нормальная страна, она контролирует и берет сбор за эти вещи. Для того, чтобы потом были, в том числе, деньги, в том числе и для любых пополнений або вещей, которые бы сделали эти ресурсы, такими возобновляемыми. Еще до контроля за выловом рыбы в нерест, ну, контроль такие смены. Продолжилась водная тематика и на брифинге после совещания. Озеро Сосык давно находится в удручающем состоянии, ведь водоомен между ним и Черным морем давно отсутствует. И оно не только отравляет природу вокруг, а и жителей близлежащих населенных пунктов. Ситуацию вновь хотят исправить. Этой проблемой озеро Сосык, насколько мне не изменяет память, 77-го года была сооружена дамба. Поэтому этой проблеме намного больше. Я, конечно, могу, мог бы сказать, конечно, я знаю, как это сделать, раздамбовывать пойдем прямо сейчас. Но это, по меньшей мере, было бы очень там безответственно. Не даны соответствующие поручения департаменту экологии. В некоторых СМИ появилась информация, что Максим Степанов приобрел дом. Губернатор подтвердил эти слухи. По его словам, собственного дома у него никогда не было. А этот он приобрел не только для себя, а с целью помочь области. Хотя свое приобретение еще не видел. Я принял решение зарегистрироваться в Одесской области через такой способ. Прошлой неделе заплатил налоги. Почему? Окнянский район. Потому что на одном из аппаратных совещаний мы рассматривали вопрос образования. Окнянский район находится в числе последних по сдаче ЗНО. Но я уверен, что мои налоги, депутаты районного света, такая неожиданность. Они будут надеяться, что они их в том числе направят на строительство этой школы. Максим Степанов обмолвился о наличии интересных планов на этот дом. Но раскрывать их не стал. Так что теперь, благодаря губернатору, Окнянский район будет процветать. Может быть.